Приветствую вас, дорогие мои друзья, и вас, кто первый раз зашел на канал и смотрит это видео. Наша прогулка по Рождественскому Риму продолжается. Мы прогуляемся с вами по улицам Рима, а потом перешагнем через границу Ватикана, и я покажу вам рождественскую елку на площади Святого Петра. Наша прогулка начинается с Народной площади. Мне всегда приятно начинать прогулку именно с этой замечательной площади. Отсюда по прямой Павео-дель-Корсо можно быстро дойти до площади Венеция, а Павео-дель-Бабуино – к площади Испании. Есть два варианта происхождения названия этой площади Пьяце-дель-Пополо. Слово «пополо» в переводе с латинского «народ». На этом месте всегда собирались толпы людей. Велась торговля, совершались казни. И другой вариант – слово «популус» – тополь. В античные времена здесь находилась тополинная роща. Слова по звучанию похожи, но по значению разные. Римляне считают происхождение названия площади именно «народной». Мы переводим Пьяце-дель-Пополо как «народная площадь». Мы находимся на улице, у которой необычное название – Вео-дель-Бабуино – улица Бабуино. Необычное название улица получила из-за античной статуи полулежащего селена. Его изображали всегда страшным и лысым. Когда нашли эту статую, она показалась безобразной, и ее прозвали Бабуином. А сейчас Бабуин является украшением улицы. Есть история про эту статую. Когда-то здесь жил один кардинал. Он был немного слеповат, и, проходя мимо Бабуина, он снимал шляпу и кланялся Бабуину. Как будто это был образ святого. Люди посмеивались и сделали эту статую говорящей. Говорящие статуи Рима я частенько вам показываю. На говорящие статуи приклеивали листы с сатирическими стихами. Высмеивали то, что происходило в Риме. И все это было анонимно. Вот так народ высказывал свое мнение. На соседней улице Навье Маргутто жил Федерико Феллини. А в этот бар Конова Тодолини он любил приходить утром. Здесь он пил кофе и читал газету. На площадь Испании мы заходить сегодня не будем, хоть она и в двух шагах. А свернем сразу на Виа де ла Кроче. В эти предпраздничные дни здесь очень красиво. В субботний день народу на улицах много, несмотря на коронавирус. Торговые центры закрыты, музеи, театры, кинотеатры тоже. Остается только гулять по улицам и паркам. Даже есть небольшая очередь в магазин Пастефичио. Когда было много туристов в Риме, очереди были длинные и длинные. Здесь можно бюджетно перекусить всего за 4 евро. Готовят только два типа пасты. Магазин открывается в час дня и к этому времени всегда выстраивалась очередь. В Пастефичио можно перекусить вкусно, дешево и быстро. Ну а теперь давайте прогуляемся по улочкам. Дальней. Продолжение следует... 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 Мы проходим мимо магазина деревянных игрушек Барталуччи. Сюда любят заглянуть не только дети, но и взрослые. Многие из вас, кто был в Риме, проходили по этой улице, когда шли в сторону Пантеона. На этой улице очень много ресторанов и всегда было людно. Посмотрите, как эта улица выглядит сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рим – город фонтанов и фонтанчиков. Есть большие знаменитые фонтаны, которые находятся на площадях, а есть маленькие фонтанчики, которые находятся на узких улочках Рима. В стене Палаццо Сапьенцо, недалеко от площади Навона, расположен фонтан книг – один из питьевых фонтанчиков Рима. Оленья голова – это герб района, в котором мы сейчас находимся, Сантеустакью. Фонтан был построен в 1927 году Пьетро Ломбарди в память об университете и Палаццо Сапьенцо, в котором сейчас находится Государственный архив Рима и библиотека. Повсюду в Риме можно встретить дома, увитые плющом. Посмотрите, какая красота! Улица Коронари – это еще одна моя любимая улица. Она проходит от площади Навона до замка Святого Ангела. Некоторые художники, которые раньше продавали картины на площади Навона, переехали сюда, на улицу Коронари. На этой улице жили известные куртизанки XVI века, по этой улице проходили паломники, направляясь к собору Святого Петра. В настоящее время улица Коронари известна множеством антикварных магазинчиков. Вот такой прекрасный вид открывается на замок Святого Ангела. Мы с вами прошли путь паломников. Прошли по улице Коронари, вышли к мосту Святого Ангела, и, шагая по мосту, мы переходим из мирской жизни в Божественную. Мы идем в Ватикан. Знаменитая пьета Микеланджело. На улице плюсовая температура, но вечером уже прохладно. Я сразу зашла в базилику Святого Петра погреться. Базилика великолепная, роскошная и очень большая. В ней можно провести не один час, рассматривая все подробно. Ведь базилику строили 120 лет. Здесь работали самые великие мастера того времени. Только представьте, здесь находится 400 скульптур и 10 тысяч квадратных метров мозаики. Это уже говорит о многом. Сегодня я подробно ни на чем останавливаться не буду. Пройду, посмотрю рождественский вертеп и пойду на площадь Святого Петра ждать, когда включат рождественскую ель. Вы заметили, сколько сегодня народу в базилике? Пока в Риме нет туристов, итальянцы заказывают экскурсии и знакомятся с Римом. Я иду к рождественскому вертепу, который находится в соборе Святого Петра. Давайте пройдем по базилике вместе. Петра. Петра. В эти праздничные дни я еще вернусь в базилику Святого Петра и покажу вам вертеп во всей красе с подсветкой. Если базилику строили 120 лет, то площадь строили еще 40 лет. Полностью строительство завершилось только в 1667 году. Собор Святого Петра и площадь Святого Петра находятся в объятиях четырехрядной колоннады. Это стало главным творением итальянского скульптора Джан Лоренцо Бернини. На создание колоннады у Бернини ушло 10 лет. Джан Лоренцо Бернини воплотил идею матери церкви, обнимающей своих детей. Колоннады как руки. Они находятся с двух сторон от церкви. В эти праздничные дни в колоннаде Бернини будет проходить выставка. Я вам обязательно ее покажу. Вертеп на площади Святого Петра в этом году сделан из фарфора. Святого Петра в этом году сделан из фарфора. Сегодня уже сложно представить площадь Святого Петра безрождественской елки. Каждый год мы ждем эти светлые праздники и приходим сюда полюбоваться елкой, вертепом и праздничным освещением. Традиция ставить елку на площади Святого Петра появилась в 1982 году, когда польский фермер на своем грузовике привез ель в подарок папе Римскому. Ель поставили в центре площади и с тех пор это вошло в традицию. Рождественская елка стоит рядом с обелиском. Первая ель была всего 14 метров высотой. Но некоторые потом стали бросать вызов обелиску и привозили елки в Ватикан очень высокие. Была елка высотой 33 метра и даже 34. В этом году на площади стоит 30-метровая ель. Рождественская елка стоит у подножия обелиска, который раньше украшал цирк Каллигулы и Нерона. Но в то время он стоял чуть в стороне. Высота обелиска из красного гранита 25 метров, а с основанием 40. И вот в 1686 году по воле папы Сикста V обелиск перенесли в центр этой площади. Но не так-то просто было перенести его. Для этой работы понадобилось 40 лебедок, 40 лошадей и 900 человек. По времени ушло 4 месяца. Все подходы к площади были закрыты. Любопытной толпе, собравшейся неподалеку, запрещено было шуметь под страхом смертной казни. Все команды по поднятию обелиска отдавались при помощи рупора и сигнальных флажков. Аккуратно и очень медленно поднимали обелиск. В самый ответственный момент подъема веревки стали рваться. Был слышен только вздох толпы, и в этот момент нарушения запрета раздался голос. «Лейте воду на канаты!» Это был капитан корабля. Он-то знал из опыта, что когда канаты намокают, они стягиваются. Так с помощью этой подсказки подняли этот обелиск. А капитана вызвали к папе и отблагодарили. Наверху обелиска находился золотой шар, в котором многие думали, что был прах Цезаря. Когда обелиск переносили, шар был снят, и было объявлено, что там ничего нет. Сейчас этот шар находится в капиталистских музеях. В этом видео я постаралась передать вам атмосферу предпраздничного Рима. Мы прошли по улицам Вечного города и побывали в соборе Святого Петра и на площади. Наступает такое время, когда каждый день хочется всех поздравлять с наступающими праздниками. Желать много радости, чтобы вы жили и наслаждались. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты в наступающем году. И в конце, для тех, кто досмотрел видео до конца, я вставляю кусочек светового шоу с площади Навона. Мы еще раз ездили смотреть на эту красоту, но уже с внуками. Им очень понравилось. На этом я с вами прощаюсь и до новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok